Новый год – один из самых благожданных и волшебных праздников. Каждый в эти дни надеется на исполнение заветных желаний, но больше всего его ждут дети. Есть среди них те, кто больше других нуждается в настоящей сказке. Поэтому уже по доброй традиции Белорусский детский фонд во главе со своим Дед Морозом передали подарки Дед Морозу и Снегурочке Бресской детской областной больнице. Именно они стали тем самым чудом и новогодним волшебством для мальчишек и девчонок, которые из-за тех или иных недугов вынуждены встречать Новый год в больнице. Канун Нового года мы уже традиционно Белорусский детский фонд совместно с нашими активистами и волонтерами. Это учащиеся педагоги средней школы номер 3 города Жабенко и учащиеся педагоги Бресского областного училища Олимпийского резерва. Ну и также, конечно же, оркестр и 38-й нашей десантной бригады. Уже второй год подряд мы делаем такой вот праздник, создаем им праздничное настроение, именно тем ребятам, которые в новогодние праздники проводят учреждения здравоохранения. Какие подарки? Ну, конечно же, это в первую очередь сладкие подарки какие-то мы им собрали, ребята им собрали. Ну, к тому же мы подготовили развивающие и дидактические игры, разукрашки, какие-то наборы для творчества для отделений больницы, где постоянно есть дети, которые тоже любят играть, рисовать и чем-то увлекаются. Акция проходит, наверное, вот сколько больниц есть, может быть, в разных формах и разными людьми, но с одним пожеланием, чтобы люди были здоровы, наши пациенты были здоровы, вообще жители были здоровы и счастливы. Чтобы праздник был по-настоящему запоминающимся и шумным, под окнами детской больницы звучали всем известные новогодние мелодии в исполнении оркестра 38-й десантно-штурмовой бригады. Пришло время главным героям Нового года Дед Морозу и Снегурочке заглянуть в гости к детишкам. Сказочные персонажи поспешили поздравить мальчишек и девчонок всех отделений больницы, а также пообщались с маленькими пациентами и их родителями, пожелав скорейшего выздоровления, веры в чудеса, исполнения задуманных планов и загаданных желаний. О малыши, в свою очередь, рассказывали стихотворения. Здравствуй, дедушка Мороз. Он из леса. Он из леса, мина, входа в юрку нам уже берет. Ой, молодец. Ну-ка, все поклапали, молодец. Спасибо, дедушка Мороз. Очень приятно, что в такие трудные моменты приходят, радуют деток. Ну, это действительно очень приятно, и спасибо вам большое. Новый год, это волшебство, это какая-то сказка. Не знаю, всегда какая-то магия. Новый год для меня это праздник, ну, проведения с родителями, то есть это, наверное, тот день, когда мы можем, типа, собраться всей семьей, когда мы можем встретить Новый год, ну, не знаю, загадать какие-то желания. Сегодня дед Мороз и снегурочки пришли в больницу, и дети будут знать про то, что про них не забывают, и то, что чудо все-таки существует. Акция «Наши дети» проводится для того, чтобы еще раз напомнить о том, что неважно, где ребенок находится – в детском саду, в школе, дома или в больнице, о детях всегда думают, о них всегда заботятся и всегда к ним приходят. Ведь дети – это наше счастье и радость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова